А теперь мне хотелось бы поделиться с вами опытом подготовки служителей в нашей Церкви, в Евангельской Свободной Церкви на севере Мюнхена. Речь пойдет об одном из ранних этапов развития, об этапе становления Церкви, но не самом начальном, а тогда, когда на служение приходило уже порядка ста человек. Итак, сосредоточимся на формировании состава служителей, без которых крепкой и здоровой общины не получится. В этом вопросе я отмечу несколько аспектов, опишу несколько важных шагов. Первый, и, пожалуй, самый важный, это постоянная подготовка лидеров ячеечных групп на специально организованных ежемесячных семинарах. основную часть попечительского служения и ученичества мы перенесли именно в ячейки. С их лидерами каждый месяц я проводил встречи. Что на них происходило? Во-первых, общая молитва. Во-вторых, обсуждение вопроса о вхождении новых членов общины в ячеечные группы, туда, где они могли бы получить необходимое попечение и ощутить атмосферу христианской семьи. Все это требовало целенаправленных усилий со стороны лидерского состава. Отдельное время на наших встречах было посвящено обучению. Как оно было построено? Мы выбирали наиболее острые актуальные вопросы, связанные со служением ячеек, и делали их предметом обсуждения и анализа. Приведу пример. Допустим, в какой-то группе человек начал вести себя так, как не подобает христианину и демонстрировать в жизни совсем иные вещи и ценности. У лидера вопрос. Что с этим делать? В более традиционной церкви с таким человеком сначала пообщался бы пастор, согласны? Но мы поступили несколько иначе. Так как в ячейке есть лидер, то эта обязанность возлагается именно на него. И только если должного результата это не принесет, следующая инстанция – пастора-старейшина, понимаете? Жизнь в нашей церкви была сосредоточена в ячейках, в них же и старались разрешать возникшие проблемы. Итак, как лидеру поступить в данной ситуации? Этот вопрос мы обсуждали пару месяцев, то есть на паре встреч. Как нам увещевать друг друга по-христиански? Как понять человека и войти в его положение? Как соблюдать дисциплину? Вопросы, как вы видите, носят практический характер. Или другая проблема – отсутствие энтузиазма в изучении Библии и недостаточное стремление к ее глубокому осмыслению и воплощению в жизни. То есть фактически превращение и изучение слова в формальность. И это тоже предмет для обсуждения и почва для размышления. Как побудить людей жить по Писанию? Для начала нужен откровенный разговор о динамике духовной жизни. А это еще одна самостоятельная тема. В общем, мы решали самые, что ни на есть прикладные вопросы, что поддерживало интерес лидеров ячеек к таким встречам. Некоторые пасторы с сожалением констатируют, что их лидеры неохотно идут на подобные занятия, ссылаясь на занятости и другие причины. Мой вам совет – сделайте их настолько полезными, настолько актуальными, чтобы ваши лидеры не просто приходили, а с нетерпением их ждали, как и у нас. Итак, основная цель – подготовка и обеспечение численного роста руководителей ячеечных групп. К слову, на наших собраниях присутствовали и помощники лидеров. Им это было очень полезно. Главные темы для обсуждения – проведение библейских занятий, душепопечительства, посещения и тому подобное. Еще один аспект данной учебной программы – наставническая помощь двум братьям в церкви. Это служение было направлено на формирование церковных руководителей высокого уровня. И состояло оно в том, что более опытный христианин служил наставником менее опытного христианина, причем христианина перспективного с точки зрения лидерского служения, посвященного, активно возрастающего вере и в этом плане заслуживающего отдельного внимания и духовного попечения. В качестве наставника, как правило, выступал один из действующих церковных старейшин, который занимался подготовкой лидеров ячеечных групп. Как пастор, я понимаю, что уделить достаточно времени не каждому из, скажем, 50 братьев в церкви я не могу, и даже 12. А вот двум – это реально. Посодействовать их росту и развитию мне по силам. Вот так у нас в общении было организовано индивидуальное наставничество. Обучение лидеров ячеек было коллективным, так как они, в свою очередь, тоже руководили коллективами. Проходило обучение и в контексте семинаров. Два-три раза в год с акцентом на развитие конкретных навыков. Я уже упоминал семинары по гамилетике. Упоминал о семинарах по благовестию. Были и другие семинары, которые позволяли людям приобретать и потом применять навыки, необходимые в том или ином служении. Итак, основная цель заключалась в наборе новых служителей и усовершенствовании действующих, прежде всего, в части основных навыков. В задачи входило планирование семинаров для проповедников, не имеющих формального богословского образования, для ведущих библейских уроков, занятий по личному благовестию, душепопечительству и так далее. Помните, мы говорили о перевернутой пирамиде, когда делателей вообще немало, а пассивных слушателей много, и когда практически вся нагрузка в служении ложится на первых. Так вот мы хотим, чтобы новые люди приобщались к общему делу, в том числе и посредством семинаров, где они могут выбрать подходящее служение, пройти подготовку и начать трудиться. И далее подготовка лидеров служения. Но не в формате один на один, о котором я упоминал ранее. В данном случае наша цель — воспитать лидеров, способных обучать новых лидеров, выражаясь образно способных к самовоспроизводству. То есть теперь обучением занимаюсь не только я, но и другие лидеры церкви, каждый в своем служении. В данном случае я учу, скажем, лидера группы прославления планировать и проводить встречи своей группы. Поначалу я постоянно на этих встречах присутствовал, но со временем лидер группы научился проводить данные встречи самостоятельно, организовывать планирование, обсуждать новые идеи, в общем, взял руководство в свои руки. Необходимость во мне отпала. Я помог ему освоить необходимые навыки, и он приступил к служению. Следующий пункт — формирование качеств старейшин церкви. Я не устаю повторять, что духовное здоровье церкви целиком определяется духовным здоровьем ее руководящего состава. Отсюда еще одна цель — духовное формирование старейшин. А более конкретная задача — два раза в месяц — собирать старейшин на общий завтрак с тем, чтобы поговорить о личном духовном росте и вместе помолиться. Никаких церковных вопросов мы не обсуждали. 45 минут или час всего лишь. Потому что утро и потому что надо бежать на работу. Но эти разговоры о духовной жизни и эти молитвы друг о друге мы считали важными. Они позволяли во многом предотвратить нежелательные события и явления на личном духовном пути. Выявление и развитие духовных даров, между тем, происходило преимущественно в контексте ячейчных групп. Как я уже говорил, обычный прихожанин может не решиться проводить урок на большую аудиторию. Другое дело ячейка. Мне всего 10 человек. Почему бы не попробовать провести обсуждение здесь? Вот так можно посмотреть, есть ли у человека тот или иной духовный дар или душепопечительство. Особой одаренности в этом служении я у себя не усматривал, а потребность в душепопечителе в церкви была. Если бы люди обращались ко мне, то, как душепопечитель, я бы, вероятно, их разочаровал. Вместе с тем, найти человека с этим даром и помочь развить его было как раз моей обязанностью. Но тут я подумала, как я смогу помочь кому-то развить дар, которым я обладаю сам. И вот как мы поступили. Решили собрать всех, кто на практике уже занимался душепопечительством. Я заметил, что помимо пастора и лидеров, в любой общине всегда есть люди, к которым обращаются с теми или иными проблемами, трудностями, неразрешенными вопросами, к ним влечет, они готовы выслушать, понять. И в этом отчасти и проявляется их одаренность. Итак, мы решили выявить этих людей и организовать их ежемесячные встречи. Давайте обсудим, как в этой сфере у нас идут дела. Давайте почитаем какое-нибудь пособие по душепопечительству. Давайте кого-нибудь отправим на семинар, чтобы он поучился сам и потом научил нас. Давайте рассмотрим какой-нибудь сложный случай и подумаем, как в этой ситуации поступить. Допустим, кто-то в церкви впал в уныние, страдает от депрессии, и то и дело звонит вам по телефону. Что делать, как помочь этому человеку? То есть, по сути, наши встречи походили на форум, где экспертным-наставником был не я. Мы просто делились опытом, передавали друг другу знания и так далее. Надо отметить, что выявлялись потенциальные душепопечители именно на малых или ячеечных группах. А потом мы приглашали их на ежемесячные встречи. Таким образом, ячейки выступали своеобразными поставщиками служителей в разных сферах церковной жизни, а перед лидерами ячейок стояла задача раскрыть их потенциал. Иногда, и с этим сталкиваются многие церкви, общине не хватает учителей воскресной школы или воспитателей для детей. И что мы делаем в подобных случаях? Делаем объявления, правильно? Нам требуются добровольцы для служения в воскресной школе. А между тем, каждый тихонечко сидит в надежде, что его кандидатуру никто не выдвинет. Согласны? В общем, проклад таких объявлений зачастую немного, не так ли? Вот и решили мы на них не надеяться, а собрать лидеров ячейк и поинтересоваться, есть ли в их группах люди, одаренные в педагогическом плане и не занятые в каких-то других служениях. Кто-то выдвинул кандидатуру, и мы решили поговорить с этим человеком и предложить ему присмотреться к служению воскресной школы и, возможно, освоить необходимые навыки. Приходи, посмотри, понаблюдай, как работают учителя, и, возможно, поучись. Иначе говоря, мы не искали добровольцев, а выбирали подходящие кандидатуры. Но, опять-таки, если вы трудитесь в небольшой домашней церкви, то выбор будет небольшим. Обучающих программ и служения у вас будет немного, а основным видом деятельности будет наставническая или менторская работа, как коллективная, так и индивидуальная. Таким образом, вышеописанная модель больше подойдет крупным церквям с более развитой структурой. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-seminary.com. Теперь, что касается практического применения вопроса в этой теме. Какие методы вы использовали для целенаправленной подготовки церковных лидеров? Будь вы просто членом церкви, пастором, старейшиной. Что делаете вы? Что особенно помогает вам добиться в этом деле хороших результатов? И далее, с какими основными трудностями вы сталкиваетесь при подготовке лидеров существующей или вновь формируемой общины? Что препятствует этому процессу и что можно сделать, чтобы эти препятствия устранить? Как их преодолеть? Какие возможности в этом плане существуют? Что по результатам этого обсуждения вы хотели бы изменить? Я вкратце рассказал вам о разных подходах и методах, и, возможно, что-то из этого вас заинтересует, и, скажем, из пяти идей вы выберете одну, наиболее подходящую, к контексту вашей церкви, то, что можно попытаться реализовать в качестве нововведения. Ну что ж, это вопросы, которые вы можете вынести на обсуждение лидерского состава церкви или вашей учебной группы. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok